Разрешите представить доклад на тему трансформации подхода к сегментированию рынка в условиях цифровой экономики. К сожалению, все как обычно делается в последний момент, поэтому немножко... ...противоречивое влияние на современную мировую экономику. С одной стороны, цифровая экономика устраняет барьеры на пути... ...и трансформационального бизнеса. С другой стороны, большое разнородное информационное поле, которое создаёт процесс цифровизации, затрудняет процесс функционирования... ...и менее предсказуемым. С перспективным механизмом в условиях роста цифровой экономики, позволяющим снизить риски работы с большими и разнородными информационными... ...и этом следует принимать во внимание существенное различие в условиях и характере ведения бизнеса предприятий... ...и их взаимодействия с информационным полем, которое формирует определенную дифференциацию в их деятельности. По этой причине, несмотря на общие основы маркетинговой деятельности для всех предприятий, как правило, демонстрируют искаженные результаты и оказываются неэффективными. Поэтому логично предположить, что среди маркетинговых инструментов, которые демонстрируют наибольшую вариацию эффективности на рынках, центральное место занимает сегментирование рынка. Данным исследованием специфика цифровой экономики обусловливает мнение и преименимость традиционных подходов к сегментированию рынка в ее условиях. Целью работы является верификация данной гипотезы и исследование сущности процесса трансформации подхода к сегментированию рынка в условиях цифровой экономики. Для достижения поставленной задачи необходимо последовательно решение следующих основных задач. Проведение к классификации сравнительного анализа существующих подходов к сегментированию рынка осуществления оценки применимости существующих подходов к сегментированию рынка в условиях цифровой экономики. Это качественный В данной слайде качественный подход к сегментированию рынка целесообразно применять для предварительного сегментирования на этапе выхода предприятия на рынок, когда объемно-попытной информации о рынке очень мало и предприятий действуют практически на удар. Важнейшим критерием выбора целевых сегментов рынка в рамках данного подхода являются предприятия в них. Существует множество критериев предварительного сегментирования рынка, в основе которых находится личностная характеристика потребителей, среди которых возрастные критерии, критерии дохода и стального статуса, психоэмоциональные характеристики. Это предполагает, что предприятие ориентироваться на те сегменты рынка, на которых наилучшим образом подходит продукция предприятия. Недостатком этого подхода является то, что предприятие не учитывает реальную востребованность в продукции предприятия, а не официально, из-за чего существует высокая вероятность ошибочного выбора целевых сегментов и последующей невостребованности и недоточения прибыли. Количественный подход применяется для последующего сегментирования на этапе присутствия предприятия на рынке, когда оно уже успело накопить достаточно большой опыт информации о рынке. Важнейшие критерии выбора целевых сегментов рынка – наибольшая прибыльность работы в сегменте. Здесь применяются такие критерии последующего сегментирования рынка, как продуктовое предпочтение потребителей, частота совершения покупок, ценовая чувствительность. В рамках этого подхода предполагается ориентация предприятий на те сегменты рынка, на которых наблюдается наибольший спрос на продукцию предприятия и которая приносит ему наибольшую прибыль в текущем временном периоде. Его важнейший недостаток – краткосрочная ориентация маркетинговой деятельности предприятия, так как в долгосрочной перспективе возможно смещение рыночных сегментов и снижение объема продаж и прибыли, освоение новых сегментов потребов нового времени и ресурсов, а также сопряжено с определенным риском. Существенным недостатком обоих существующих подходов к сегментированию рынка является то, что они предполагают, что субъектом осуществления выбора целевых сегментов является предприятие, за чем уделяют недостаточное внимание мнению потребителей. Оцениваем применимость существующих подходов к сегментированию рынка в цифровой экономике. Для этого определим важнейшие критерии такой применимости, к которым мы в нашем мнении относимся следующие. В цифровой экономике возрастает важность работы на информационном поле с большими и разнородными данными, что обусловляет цель собраться с концентрацией усилий на наиболее контактах. Во-вторых, на первый план также выходит стабильность и устойчивость сегмента рынка, то есть высокая приверженность потребителей вкладов к своим предприятиям. Целевые сегменты должны быть выгодными для предприятий не только в стадии, но и в динамике. Единственное, достаточное темпо роста и развития в нужном направлении, потенциально характеризуясь ростом спроса на продукцию предприятий в долгосрочных перспективе. В-четвертых, для сохранения глобального охвата рынка необходима диверсификация на нескольких предприятиях, выделенных в первую очередь по географическому признаку, а во-вторую очередь по прибыльности, устойчивости и перспективности. Следовательно, эффективное сегментирование рынка в условиях цифровой экономики предполагает акцент не только на наиболее прибыльных сегментах рынка, но и на наиболее устойчивых и на наиболее ростом сегментах для долгосрочного развития бизнеса, а также значительной диверсификации. Количественный подход к удовлетворяю только первому условию, максимизируя прибыль предприятий в краткосрочном периоде, качественный подход к удовлетворяю только третьему условию, причем только в том случае, если маркетологам удалось правильно выявить характеристики рыночных сегментов и сопоставить их с особенностями бизнеса. Очевидно, что в соответствии лишь одному из четырех обязательных критерий является недостаточным для достижения желаемого эффекта. Поэтому и качественные и количественные подходы, применимые к сегментированию рынка, не применимы к сегментированию рынка в условиях цифровой экономики. Вместо них в данной работе предлагается использовать новый комбинированный подход к сегментированию рынка, в максимальной степени адаптированный к потребностям цифровой экономики. Итак, его характеристики, представленные на слайде, данный подход, выгодно сочетают свои лучшие элементы качественного и количественного подхода и характеризуются более сложной логикой сегментирования рынка и выбора его целевых сегментов в зависимости от ситуации. Эта логика отражена на слайде. Как видно из таблицы, предложена стратегия обеспечить максимизацию эффективности мероприятий в области целевого маркетинга в условиях цифровой экономики с помощью гибкого подхода к сегментированию рынка и выбора его целевых сегментов. Таким образом, выдвинутая гипотеза доказана и подтверждена, что традиционный количественный и качественный подход к сегментированию рынка не применил в условиях цифровой экономики из-за недостаточной гибкости выбора целевых сегментов. Сущность процесса трансформации подхода к сегментированию рынка в условиях цифровой экономики заключается в применении более сложной логики сегментирования и выбора его в целевых сегментах. Как ожидается, использование предложенного комбинированного подхода к сегментированию рынков деятельности в современных предприятиях позволит значительно повысить эффективность их маркетинговой деятельности и успехов в условиях цифровой экономики. Спасибо за внимание.